Всех приветствую, плюсики ставим, если меня слышно и видно. Так, всем привет. Слышно меня хорошо? Поставьте плюсы, если звук хороший. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Добрый день, добрый вечер всем. Ну что же, у нас с вами тема сегодняшнего эфира. Это обзор энергии. Обзор энергии марта 2022 года. Всех приветствую. Так, что-то у нас. Взаимно. Всех рада видеть. Давайте потихонечку начнем. 5 марта энергии месяца сменятся. Мы с вами имели дело с двумя очень такими жесткими, янскими энергиями, агрессивными, с двумя водными тиграми. В этом месяце, в феврале, это был месяц водного тигра и год водного тигра. И мы все с вами в полной мере ощутили, что такое, когда два тигра встречаются вместе. В принципе, сам по себе год водного тигра предполагался мною как не совсем спокойный, мятежный год. Я очень извиняюсь, вот у меня подошла бабушка, села напротив и начинает, вот видите, транслировать то, что я говорю сейчас. Вот, то есть, в принципе, год очень неспокойный, год мятежный. Это скачок, это рывок, это прыжок, это воинственность. Тигр это про завоевание, тигр это про некое противостояние. И то, что мир будет вот в такой какой-то ситуации находиться не совсем спокойной, тоже я это обозначала на новогоднем вебинаре «Встречаем энергии нового года 2022». Те, кто были на новогоднем вебинаре, наверняка вы слышали, да, то, что я говорила, что точно такой же год 1962 обусловлен был карибским кризисом и тем, что мир стоял на пороге фактически Третьей мировой войны. Вот это было у нас 60 лет назад точно в такой же год, в год водного тигра. То есть, тренды, тенденции каждый раз, 60 диадзы, да, то есть, они повторяются раз в 60 лет. То же самое касаемо этого года, да, мы все очень так напуганы. Напуганы почему? Еще чем это обусловлено, да, почему так именно в этом году? По той причине, что у нас с вами пропало солнце, да, что такое надежда, что такое вера в добро, в свет, что такое, ну вот, некий смысл жизни. Это солнце, символ солнца, огня Ян, в том числе в Бадзе. И когда мы имеем дело с такой мощной водой, когда мы имеем дело с водным тигром, как это выглядит, да, то есть, наше солнце, наш огонь Бин, он спрятан в тигре. То есть, по сути, вода поднялась настолько высоко, что мы не видим солнца. Мне сейчас придется переместиться, потому что бабушка очень, ну, такая эгоистичная. Очень громко включает всякие ролики. Вот, поэтому у многих и в этом месяце, да, и в феврале начались там и панические атаки, и страхи, и ужас. Почему? Потому что мы имеем дело с большой водой, которая заслонила нам солнце. Мы не понимаем вообще, что будет дальше. Люди не понимают, что будет происходить. Люди в страхе, в панике, многие плачут, потому что большая вода, поток большой воды – это страхи. Поток большой воды – это миграция, это перемещение большого количества людей в том числе. Вот, вся эта ситуация в том числе, ну, я еще раз повторюсь, я не занимаюсь глобально прогнозами, да, с точки зрения мунданной астрологии. Это отдельное направление, которое этим занимается. Там изучаются, скажем так, прогнозы, да, делаются для целых стран, государств, территорий больших, строятся натальные карты относительно определенных государств. В Бадзе у нас немножечко иначе, да, то есть Бадзе – это все-таки наука о одном человеке и о его судьбе и удаче. Но солнечный календарь Дядзе и каждую дату мы также можем трактовать каждый год, каждый месяц, как вот определенный символ, да, давать характеристику этим символам. Итак, это то, что касается текущей ситуации, обстановки. Она очень такая напряженная. Чего мы будем ожидать с вами от марта? Март – это все-таки месяц инского дерева, и мы будем иметь дело с водой, но уже не таким большим потоком, да, то есть тут у нас месяц был два потока, две янские воды. И как раз-таки 18 февраля, когда объявили о том, что там эвакуация беженцев, да, очень большое количество людей отправились в путь-дорогу. В принципе, весь месяц мы видим большой поток людей, которые перемещаются, да, которые сорвались с места. Не по своей инициативе. Вот, в этом месяце, в марте, вода также наблюдается, но это уже будет не такой большой поток этой воды. То есть это вода инь, вода гуй. Месяц водного кролика – это иньские энергии. То есть все-таки уже будет меньше вот этого ян, да, ян активности. И сам по себе кролик все-таки, и вода инь – это способность и желание что-то сделать, скажем так, ну, более дипломатично, да. Самые истинные дипломаты всегда – это люди иньской воды, люди иньского дерева. Это люди дерева инь, и это люди воды инь. И символы марта месяца – это иньская вода на кролике. То есть у нас тут двойное указание на некую дипломатию, на желание, ну, какой-то вот найти, там, момент соприкосновения. Поэтому, конечно, мы все ожидаем то, что ситуация будет меняться все-таки в лучшую сторону, да, просто читая вот символ месяца, да. Кроме всего прочего, вода инь – это другого качества вода. В феврале мы сейчас все столкнулись с вами с большим потоком информации. И информацию сложно очень перерабатывать большому количеству людей, потому что она разная. Мы в полной мере поняли, что такое информационная война, да, сейчас, когда такой поток информации. Когда, ну, вот просто что-то немыслимое, да. Это больная вода. Янская вода на тигре – это больная вода. То есть фаза ци у этой янской воды не совсем хорошая. Поэтому информации много, сложно с ней как-то, ну, соприкасаться, взаимодействовать. У людей паника и страхи – это все понятно. Еще и вот подкрепляемая все это информацией. Вот. Все-таки в марте мы будем иметь дело с иньской водой, да, это еще пока напустить туману, да. То есть вода и этот туман – это все равно неясность. Но все-таки качество этой информации уже будет иное. Будет меняться качество этой информации. Уже будет какая-то заявка на желание, ну, вот, нащупать истину. Почему? Потому что иньская вода на кролике имеет совсем другую фазу ци, совсем другую энергетику. Я сейчас опираюсь только на бадзи, да, я не привязываюсь ни к какому государству, ни к какой стране. Я сейчас просто трактую символы, то, что вижу я, да, с учетом вот бадзи. Поэтому тут мы будем иметь какую-то заявку, претензию на все-таки потребность понять истину. Потому что это другого качества вода. Вот. Плюс это желание позаботиться, помочь кому-то. Это чувствительность, это сострадание. Инское дерево, инская вода на кролике – это сострадание, это помощь, да, это сочувствие. То есть люди будут стараться проявлять все-таки как-то себя более мягко. Будем на это надеяться. И я призываю всех быть мягче, скажем так, в проявлении себя, в высказывании себя. Да, потому что мы сейчас все наблюдаем за тем, что происходит. И русские люди, и люди, которые, да, сейчас в Украине, украинцы и весь мир. И мы все наблюдаем и видим, как себя все проявляют, да. Вот недаром все говорят, сейчас сорваны все маски, да. Все маски сорваны напрочь, да. То есть все понятно про многих людей становится. И почему так? Потому что вода умывает все. Вода смывает все. Она снесла просто. Она умыла всех. И вот все, какие есть, такие вот стоят, да, друг перед другом и наблюдают, что происходит. То есть такой поток мощный. И информации в том числе. И умыла всех она, да, и слез. То, что, ну порой это необходимо, конечно, да, порою необходимо, чтобы какую-то истину познать, чтобы что-то выяснить, да. Иногда это необходимо. Иногда. Но здесь мы срываем конкретно вот маски со всех. И в марте будет то же самое. В марте будет то же самое. Поэтому я призываю всех все-таки вспоминать о общих каких-то вот общечеловеческих вещах. Быть все-таки добрее, да. Быть все-таки милосерднее друг другу. Потому что если вы уходите в агрессию, да, при этом неважно, кто вы, как вы, где вы. Если вы отвечаете на агрессию, агрессии, вы это множите. Изначально все идет изнутри. Винить кого-то в том, что, например, там виноваты русские, да, которые жили мирно так же. В том числе русские в других странах. Это не совсем правильно. И, ну, этого никто не ожидал. Вот правильно пишет Гюзель, да, этого никто не ожидал. То, что такое вообще возможно, то, что такое произойдет. Поэтому я призываю вас не впадать в агрессию, да, не костерить, там, обзывать друг друга, не реагировать вот так. Потому что у всех есть карма. Есть карма родовая, да, есть карма государства в том числе, народа определенного. Есть карма личная, есть карма, там, ваших взаимоотношений, вашей личности. То есть у всех есть своя карма. И когда мы оказываемся где-то, в какой-то ситуации, мы там должны были оказаться. И мы должны были лично для себя какие-то пройти уроки. Понимаете? Я уже говорила о том, что когда случилось то, что случилось у нас тогда вот здесь, в Китае, там, с тем же, то, что нас позакрывали, военных поставили. Конечно, ты в шоке, да. Но я не пошла там обвинять всех и костерить весь мир, да, на то, что, ой, там, вы все гуляете, радуетесь, у вас коронавируса нету. Вы нам пишете, что это все ложь, и то, что вируса нету. Понимаете? То есть я сначала, конечно, шок у тебя, да, ты в шоке, почему так с тобой происходит. Ты не понимаешь, а потом ты начинаешь думать, что ты должен извлечь, почему так с тобой произошло. Правильно? Правильно. Правильно. А как мне отвечать агрессией, когда русские пишут личку кучу гадостей и говорят, чтобы наши дети гнили в подвалах? Вы знаете, я могу точно такое же сказать о противоположной стороне. Ни на кого не нужно реагировать. Потому что нормальные люди, адекватные люди, независимо от национального признака, ведут себя адекватно. И никому не пишут никакие гадости. Нормальные люди. А нормальные люди есть везде. Что там, что там. Если есть кучка дебилов, которые пишут гадости с любой стороны, значит, вы на дебилов не реагируете. Вы не делите людей по национальному признаку. Не бывает плохих людей. Точнее, плохих национальностей. Бывают люди плохие и хорошие везде. И там, и там. Значит, не нужно реагировать, если вы сталкиваетесь с какими-то не очень хорошими людьми. Вот и все. А плохие люди бывают везде. А бывают хорошие. Вы же понимаете, что это так. Поэтому я призываю просто стараться не реагировать, не вестись на агрессию. То есть правильно это нужно проходить, опираясь на себя. Понимаете? На себя. Что для меня здесь? Почему, блин, со мной такое произошло? Почему я зависла здесь, застряла? Не дай Господь. Почему мой ребенок должен это пройти? Ну, это сложно. Конечно, это сложно. Всегда самое простое – всех вокруг обвинять. Всегда мы стараемся искать стрелочника вовне. Мне, любой, я такая же. Да все такие, мы люди. Это нормальная реакция человека. Когда ты в страхе, ты пытаешься защищаться. И агрессия – это нормальная реакция. Но все-таки, если мы идем глубже, если мы идем глубже, то нужно стараться… Есть такой прекрасный момент – принятие. Сложно очень принимать какие-то вещи. Очень сложно. Тут помогает только молитва, вера и религия Бога. Что какие-то вещи тебе придется принять просто. Это всех касается. Это любого человека. Никто не застрахован нигде. Никто. Ни в одной… Ну, в принципе, я могу сказать так, что мы можем оказаться, знаете, в ситуации, что ты пошел за хлебом, я не знаю, в булочную, и тебе на башку сосулька свалилась, и ты помер. Или там травмировали тебя, или машина сбила нечаянно. Сколько ситуаций, помимо военных действий, происходит так же с людьми, казалось бы, случайных, да? Никто не застрахован ни от чего. Но все-таки, конечно, нужно стараться правильно это проходить. Но это не всегда легко. А чтобы это проходить, нужно, чтобы было больше любви. А чтобы было больше любви, любовь откуда берется? Из сердца, да? От Бога. Когда мы принимаем. Принимать не всегда просто. И молиться мы все забыли как. Правильно? Точка опоры где у нас? Где наша точка опоры? Вот. Еще раз повторюсь, я не выступаю ни за какие стороны, да? Мой блок не о политике. Но вот это вот разводить дальше в информационном поле, друг с другом, вот эту вот бойню, это неправильно. Я уже рассказывала, что китайцы, кому-то из моих поясняла, что китайцы, например, очень жалеют и украинские народы, русские. Вот обычные люди китайцы. Они в теме все знают, что произошло. И они жалеют нас и говорят вообще, как это? Это два братских народа, славяне. Как вообще такое может быть? Очень жаль. Понимаете? Очень жаль. И я считаю, что нужно, ну, как-то вот стараться быть сильными всем. Быть сильными всем. Испытания у всех бывают разные. Почему-то так суждено было родиться. Вы думаете, те люди, которые родились во время Великой Отечественной войны, та молодежь, например, они не хотели жить? Все хотели жить. Все всегда хотят жить. Все хотят жить хорошо. Жизненно бывает разное. Вот. Все. Давайте. Я просто призываю к тому, чтобы люди не дальше множили злобу и старались не отвечать на агрессию и агрессии. Это очень важно сейчас. Потому что то, что у вас вот здесь, вы свои нервные клетки раскачаете, и там, и здесь. Это и русских касается, и украинцев, и всего мира. Если мы копим злобу, умножим агрессию, злобу, вы делаете хуже себе. Вы делаете хуже себе и своим близким. Ну вот. Вот и все. Окей? А русские сейчас, почему жилет, их никто не бомит, они живут обычной жизнью, сейчас стоят в очереди в Икее, а украинские люди стоят в очереди за хлебом под полем. Ханна или Анна, я вот вижу, что я только что сказала, вы вообще ничего не поняли, то, что я сказала. Если вы оказались там, где вы оказались, значит, есть какая-то ваша карма в этом. Вот и все. У каждого своя бывает карма. Но почему-то так вот случилось. Смотреть, кто где стоит, кто куда стоит, но это не совсем правильно. Понимаете? Люди, сами люди не виноваты. Мирные люди не виноваты. Понимаете? И кто мне даст гарантию, что если бы это случилось противоположно, зеркально, что ваши люди бы не стояли в очереди в Икее? Это люди. Это реакция людей. Люди хотят все жить. Понимаете? Зло порождает зло. Да. Не допускаем зло в свою душу. То есть, практика, да, как хаммураппи у нас, око за око, зуб за зуб, это не совсем правильная практика. И тут уже нужно глубже уходить и разбираться. В общем, я призываю не устраивать вот эти вот всякие говносрачи, скажу прямо, пропаганды и так далее. Окей? Я трактую все так, как я вот вижу именно на данном этапе. Да, это какой-то кризисный, очень важный момент. Определенная там зачистка, да, расставление точек. И здесь сейчас каждый будет извлекать свои уроки. так всегда. И сказать то, что русские люди не реагируют на это вообще нельзя никак, потому что у большинства русских людей есть родственники, друзья на Украине. И если вы говорите, что русские люди не переживают, это чушь. Я знаю большое количество людей, которые рыдали и рыдают. У меня клиенты есть из разных стран, вот сегодня переписывались. Человек из Италии, у нее часть родни в Москве, часть родни на Украине. И как? Это то же самое, что разрубить человека пополам, вот у него рука здесь одна, другая там, здесь нога. Как это русские не переживают? Мы слишком тесно завязаны все. Все переживают. Вы думаете, что русские сейчас кайфуют? Я сама неделю не сплю, до пяти, до шести. Я вообще как бы, ну и в России-то в принципе не живу, но я русская. Все переживают. У всех есть кто-то на Украине, у каждого русского человека. И сказать, что русские кайфуют от этого, да это, ну это неправда. Это неправда. Я знаю, что многие рыдали и плакали русские, москвичи. То есть это вообще, ну манипуляция какая-то, то, что русские там радуются и так далее. Да ничего подобного. Это знаете, как вот, ну реально ударить там по брату родному. Вот у тебя есть брат, да, и вот это вот происходит. Ну всех, конечно, все переживают. Все очень переживают. В общем, на эту тему, давайте мы, я ушла в эту тему, я просто призываю еще раз, услышьте меня. Я призываю вас здесь, на моей странице, не устраивать вот эти вот пропаганды, обвинения друг друга, не множить и не копить зло. Мне очень жаль, то, что люди, такой ужас сейчас, обычные люди переживают. Это представить, ну страшно, то есть там сидеть в подвалах, идет война, война конкретно, да, то есть людям жутко. Это не дай Боже никому пережить. Но если это все-таки случилось, ну есть этому причины. Мы же не вчера все появились, то есть есть причины. Вы думаете, люди, которые на войне погибали, Великую Отечественную, им не было обидно? Ну они как-то принимали это так же. Ну бывают вещи, когда нужно постараться собрать волю в кулак, пройти. Вот и все. Все, да, это как начать отрубать себе руку. Все в шоке, все в шоке. Но решаем не мы в этой ситуации. Обычные русские люди ничего не решают, так же, как обычные украинцы. Никто ничего не решает. Ну мы не решаем сами лично. И вы не решаете сами лично. В том числе есть воля Всевышнего, есть определенные программы, которые запускаются. Все, давайте мы сейчас все-таки про месяц, да, я еще раз призываю к тому, что давайте мы мы украинцы, не считаем всех русских врагами, мы считаем врагами только тех, кто согласился пойти нас убивать. Вот интересно, если бы вы имели отношение к какой-то воинской службе, либо ваш супруг, и его обязали бы пойти воевать, и у него есть долг также перед своей родиной, что бы вы делали? Ну, понимаете? И всегда очень легко сказать, вот если вы, вот я бы так не сделал, а я бы вот так не сделал. Но у каждого своя шкура и своя ситуация, своя карма. И не надо никого, никем считать. Я считаю, что тут нужно отключить осуждение друг к другу. Чем больше будет в данной ситуации мира, тем лучше друг между другом. Ну да, вот пишут, а затеял, кто это все дело. Да, и здесь, например, в Китае все знают, кто. Сочинщик. И очень жалеют два народа, что так происходит. Очень жалеют нас. Вот. Господи, то есть я так понимаю, вы призываете смириться с тем, что мы должны погибнуть. Боже мой. Пожалуйста, переслушайте выше то, что я проговорила. Вот. Вы опять пытаетесь тянуть какое-то одеяло на себя или от меня или от себя. Призываю смириться, размириться. Вы что-то можете в этой ситуации изменить сами? Если можем менять, меняем. Если Господь Бог дает возможность, меняем реальность свою. Если Господь Бог не дает вариантов для изменения чего-то, значит, нужно молиться Богу. и просто принимать какие-то вещи. Бывают в жизни ситуации, когда нужно просто принимать что-то, пройти и принять, помолиться Богу. Но месть никогда или агрессия не вызывала в ответ что-то хорошее. Вы просто себя разрушаете. Понимаете? Я к этому призываю. Я призываю к тому, чтобы не множить злобу. Это касается и русских, и украинцев, и всех остальных. И всех остальных. Угу. Очень жаль. Не очень жаль. Но давайте как-то тоже стараться быть добрее друг к другу. Добро все равно победит зло. как итог. Итак, я остановилась на непосредственно том, что кролик все-таки нам дает надежду на какую-то дипломатию, на какой-то все-таки дипломатический момент разрешения этой ситуации. Потому что кролик это инское дерево. Это самый сильный признак того, что может быть какое-то дипломатическое решение вопроса. Что-то может быть дипломатично здесь. Плюс еще и инская вода это вот кап-кап-кап-кап вот как-то вот все-таки чтобы договориться. Будем на это надеяться. Тем более, что месяц кролика так же как и месяц змеи все-таки это два месяца в этом году который имеет звезду благородного от года. То есть это символ благородного. Это символ благородного и будем надеяться, что высшие силы как-то вот поспособствуют тому, чтобы ситуация изменялась в лучшую сторону. Потому что всех только одна тема интересует, всех это все очень беспокоит, это острая тема. Здесь надежда на то, что кролик является благородным для этого года, для энергии этого года. Это очень-очень важно. Далее, то, что касается вообще трендов, событий. Тема любви, да, ну, любовь, как говорится, это хорошо, но всем в этом году совсем не до любви, потому что год диктует совсем иные ситуации, условия. Вот. И что я хочу сказать? Для некоторых людей, конечно, все-таки это будет связано с какими-то новыми знакомствами, отношениями. У кого есть шансы на то, что вы можете познакомиться с кем-то, либо начать какие-то новые отношения, да, какое-то, может быть, знакомство перспективное в будущем, в том числе, это люди, рожденные в день либо год крысы, и в день либо год тигра, собаки и лошади. Вот для вас приходит цветок персика и небесная любовь, у вас есть шансы, красная ланя, у вас есть шансы на то, что могут быть перемены по теме личной жизни. По теме личной жизни. Далее, что такое инское дерево? С одной стороны, это дипломатия, да, это умение договориться, обойти где-то острые углы, но одновременно инское дерево это когда дерево очень сильное, а вот у нас с вами сильного дерева, да, у нас тигр тут такой водный, подкрепленный пришел, сильный, он бескомпромиссный, когда дерево очень сильное, оно без компромиссов, да, то есть его сложно погнуть, вот, вот, упрямство, да, и тут приходит кролик, и этот кролик, он подкреплен, вот этой сильной энергией дерева, поэтому одновременно инское дерево это как жгут, который затягивается, то есть где-то это дипломатия, но где-то в некоторых ситуациях мы будем чувствовать жесткость, да, как будто бы что-то затягивается. Далее, кроме всего прочего, вода, воды много, вода в году, вода в небе месячного столпа, да, в открытом небесном стволе. Что такое вода? Вода это умение говорить, слушать, разговаривать. Я рекомендую всем людям, которые испытывают дикий стресс сейчас в этой ситуации, если вы точно знаете, что у вас последние годы вот были более или менее хорошие, да, вы себя комфортно ощущали, я рекомендую вам хотя бы что-то петь, ходить себе там, ну, под нос, грубо говоря, напевать, да, можно слушать музыку, молиться, читать мантры, очень хорошо, эту воду использовать во благо. Вместо вот этих шумов, постоянный информационный шум, новости, репортажи, что-что-что там, что-то там, постараться как-то переключиться всё-таки на себя, да, на своё психологическое состояние и слушать там, я знаю, мантры можно, музыку. Если очень тяжело включать такую музыку, которая вас расслабляет, и вы можете поплакать, даже порараться под неё, в том числе это неплохо будет. То есть так работает энергия воды, да, вода это в том числе музыка. Музыка, как вот большой поток. Вода это также слёзы. Сколько слёз, то есть вот февраль и всё-таки это слёзы, и март в том числе мы будем иметь дело с водой. И по возможности, если вы знаете точно, что вам вода полезна, и последние годы у вас были неплохие, постараться, например, музыку можно ставить, либо проговаривать. Всё, если у вас нет там психолога, да, своего, многим сейчас вообще не до психолога, а совсем совершенно, берём, если есть близкий человек, который вас способен выслушать, вам тревожно, вы чувствуете тревогу, да, тревога, потому что вода это страхи, это много страхов, солнца нету, солнце спряталось, уровень воды поднялся так, что мы не видим солнца сейчас, в этом году. Берём просто вот, садимся на кухне, блин, наливаем горячий чай и пытаемся рассказать, попросите, чтобы ваш там супруг, я не знаю, близкий человек смог вас выслушать, не перебивал вас, не затыкал, а просто ничего не парировал, просто послушал внимательно. Вот все свои тревоги рассказываем, да, пересказываем, вам будет легче. Если вам вода, наоборот, не полезна, есть такие у меня, которые мучаются последние два года, когда у нас, три года фактически, когда у нас нет огня вообще, и вы вообще в шоке, что вообще, как жить сейчас, да, то я рекомендую вам, усиливать все-таки огонь. Вот таким людям будет лучше усилить огонь. Как мы усиливаем огонь? Если вы дома, да, старайтесь готовить. Есть из чего готовить, прекрасно, да, стараемся готовить, что-нибудь печь, если есть возможность, там, хоть блины сейчас стряпать очень круто, как раз масленичная неделя, потому что как раз таки это еще повод прокачать янский огонь, символ блин, да, это вот огонь бин, солнце, то есть там, блины стряпаем. что-то печь, да, запекаем, я не знаю, вот стараемся всячески прокачать огонь, чтобы себя, ну, немножко там, яркие цвета, даже дома, чтобы себя немножко, согреть, потому что свечи ставим дома, вас это будет поддерживать, потому что большое количество людей сейчас просто в шоке, им плохо очень, тем, кому нужен огонь, они воду не вывозят, то есть у них просто там и панические атаки, и страхи, им вообще плохо, вот, то есть тут нужно почувствовать, определиться, кому что, да, кому что полезнее, по элементам, ну, те, кто там, я не говорю, что сейчас идти заказывать карты, да, но те, кто знают, те знают за себя, кто не знает по ощущению, да, вот, далее, это моя рекомендация, еще я в посте, в постах как-то делилась, еще раз, да, проговорю то, что есть такая тема, когда какая-то очень, извиняюсь, жопная ситуация, прям жопная, как можно ее постараться прожить, как я делала, это описывает этот прием Ирина Хакамадо у себя в книге, в одной из книг, принцип самурая, по-моему, она это называет, японский принцип, когда ты заведомо, как будто бы ты еще, ну, еще ничего не произошло, прям совсем ужасного, да, для тебя лично, я понимаю, что для многих уже произошло, да, и такие люди тоже присутствуют на моем эфире, я очень сожалею, сочувствую, стараемся принять ситуацию и представить самый худший вариант развития событий, самый худший, самый-самый худший, вот самый-самый худший, сели, расслабились, нагнетаем обстановку внутренне, да, представляем самый ужасный вариант, представляем, о чем мы будем делать в этой ситуации, что будет, что произойдет дальше, проживаем эту смерть, как бы мысленно, то есть принцип, да, умри внутри уже, прими смерть внутри себя, как будто бы это уже случилось, принимаем это, проходим, отпускаем, и потом дальше мы живем, и вас отпустит, то есть представить самый худший вариант, смириться с ним, принять, и дальше вы уже идете, вот что, как будто бы это случилось, вам будет легче, то есть это помогает также, то, что техника зрителя или наблюдатель, то, что я также использую иногда, стараемся абстрагироваться, я пост повторю, был давно уже на эту тему пост, иногда необходимо просто постараться представить, что ты зритель, просто представьте, что сколько лет, на нашей планете, сколько уже было всяких войн, катаклизмов, было очень много всего, да, правильно? Много было всего, и вот вы представьте, что это одно из ваших воплощений, одно из, и у вас уже были воплощения, и не одно, и вы вот маленькая песчинка, вселенная огромная-огромная, и она же постоянно расширяется, вселенная, и вы в курсе, что она убыстряется и расширяется, и вот вы представьте, такой огромный космос, столько планет, и ваша душа, ваша душа уже не раз приходила, еще придет сюда, и вот такое вот у вас воплощение, ну блин, как знаете, тогда у меня в лифте была ситуация, это, конечно, жутко, но я приняла, что все, конец мне пришел, кирдык, я помню, заходит вот этот товарищ, да, с ножом в маске, сначала непонимание, потом думаю, ну все, мой конец пришел, вот и прожила, мне было 20 лет, то есть постарайтесь абстрагироваться, я помню, как учитель мой когда-то по биологии рассказывал о том, что меня это тогда так поразило, мне было 13 лет, и она выступает перед нами, ведет лекцию и говорит, ну что значит моя жизнь в размерах вселенной, ну даже меня не будет, ну поплачут мои родственники, мама, папа, дети мои пострадают, а потом дальше все равно будет жить, жизнь как-то продолжится, что такое моя жизнь в пределах вселенной, этой планеты, это ничего, я песчинка, и иногда это помогает какие-то вещи принимать, не цепляться за вот нашу жизнь, хотя жизнь цена, не значит нужно вообще пофигистично относиться к жизни, там убивать себя, не знаю теперь, танцы, секс, рок-н-ролл, нет, да, но это вот именно психологически то, что иногда помогает как-то, ну смириться и пройти, это вот я, ну делюсь то, что психологически иногда выдергивает, как-то абстрагирует, вот, продолжим, я отвлеклась, я просто стараюсь поддержать вас, потому что многие, ну прям действительно очень все в стрессе, в большом, естественно это понятно и объясним почему, теперь то, что касается кролика, кролик является звездой вознаграждения 10 небесных стволов для людей, рожденных в день инского дерева, у деревяшек, у инского дерева в этом месяце могут быть определенные финансовые возможности хорошие, ну например, вы долго мечтали о какой-то покупке, о каком-то приобретении либо о какой-то должности и у вас вдруг появляется возможность в этом месяце, вот, то есть на этом мы обращаем внимание инские деревья, у людей также инского дерева и янского дерева в течение всего года и особенно вот в феврале текущем, заканчивающемся уже сегодня и марте, есть возможность что-то решить связанное с недвижимостью, как в сторону плюса для кого-то, так и в сторону минуса, да, то есть индивидуально там зависит от вашей карты, но у вас однозначно приходит символ недвижки, то есть события будут касаться недвижимости, если вы планируете что-то менять связанное с недвижимостью, обратите на это внимание, окей, далее, то, что касается дерева, дерево – это творчество, творчество, это писать что-то, это рост и развитие, это рост и развитие, это изменения, это новое все. Мы видим, как лихо нас закрутил уже водный тигр, который очень является сильным деревом, то есть вода, которая в небе, она питает его, это очень сильнейшее дерево, то есть мир будет очень сильно меняться в ближайшие два года. Все было расчищено в 2020-2021, платформу разровняли, и сейчас будет очень сильно видоизменяться весь мир в принципе. Весь мир в принципе. И вот эти первые два месяца, мы уже с вами почувствовали, таких перемен мы не ожидали, многие вообще, все фактически к этому были не готовы. И в марте то же самое будет происходить, то есть будут большие перемены, нововведения, все будет иначе, мир будет по-новому выглядеть, то есть все меняется, меняется стремительно. Очень много постоянно новостей, новости пестрят в связи со всеми ситуациями геополитическими. То есть тын-дын-дын, только вот открываешь, что такая новость и касается и банков, и всего. То есть все очень сильно меняется. Что полезно делать сейчас на данном этапе, в принципе, в 2022 году и в марте, полезно учиться. И прошлый месяц, февраль, и текущий месяц, наступающий месяц, март, это месяцы со звездой академикой, у нас год про звезду академика в принципе. Поэтому я рекомендую всем инвестировать по возможности в знания, учить что-то. Во-первых, вас это будет как-то развивать, если вы не можете на что-то влиять, то есть лучше всего уйти в ресурс, в знания. Это будет очень полезно, и вы себя этим самым можете поддержать, потому что, когда такие вещи происходят, у нас как будто бы почва выбита из-под ног, и мы теряем ресурс, опору. Поэтому что-то новое осваивать очень хорошо, в принципе, и в марте будет очень много нового всего. То есть новые какие-то вообще вещи будут происходить с нами. То, чего мы до этого не ожидали даже увидеть, потому что дерево это всегда про новизну, новые всходы, новое, новое все, новизна. То, что касается видов деятельности, видов для бизнеса, в особенности в этом году, в 22-м и в марте, будут новые совершенно направления по теме дерева. Дерево у нас это не только литература и написание чего-то, это все, что касается одежды и фэшн. Фэшн, индустрия одежды, то есть тут новый какой-то будет виток 22-й, 23-й годы мы будем иметь дело с чем-то очень новым по теме текстиля легкой промышленности. Дерево идет, дерево очень сильно идет. Дерево это сельское хозяйство в том числе. То есть, ну, флористика тоже, ну, это вот сейчас не знаю, до флористики или многим будет, но то же самое, да, касается дерево, сельское хозяйство, сходы, ростки. Вот, и одежда, легкая промышленность. Вода. Вода это информация, это мудрость, и я еще призываю всех, ну, вот эмоции я говорила, да, как можно постараться проиграть. Вода это еще мудрость, то есть нас учат, ну, некой мудрости, даже через такие сложные испытания. Так, что я вам еще очень важное не проговорила. То, что это цветок персика, я сказала, то есть, по сути, это тема любви и отношений, но многим будет просто не совсем до любви сейчас в это время, но тем не менее. И это месяц с благородным. С благородным для года текущего, и кроме всего прочего, это месяц с благородным, помимо того, что года текущего, для людей иньской и янской воды. На помощь могут рассчитывать люди иньской и янской воды в этом месяце. Иньская и янская вода, у вас есть некая помощь и защита высших сил в марте. Я продолжаю давать активизации благородных. У меня здесь в сторис, в моем аккаунте и в аккаунте телеграмм. В моем канале телеграмм. Прогулки также даю под семень. Пожалуйста, вы можете этим воспользоваться. То есть, гулять под семень можно и делать активизации благородных. То есть, моя задача поддержать большее количество людей и постараться их объединить. Я не хочу никого ссорить. Я понимаю, что у каждого своя рубашка ближе к телу. У каждого есть своя семья, свои интересы личные, своя личная жизнь. Но я хочу, чтобы мы постарались как-то не враждовать, не ссориться, не ругаться. Это очень важно. Не злорадствовать друг над другом. Окей? Вот. То есть, активизации можно делать и если они большему количеству людей помогут, то это будет замечательно. Есть у меня люди, кто и использовал те же прогулки, те, кто пытались выехать из Украины и благодарили меня благодаря активизации. Им удалось пересечь границу. Шансов было мало. То есть, опасно даже выйти, выехать. Опасно многим. И я даю попробовать это использовать. То есть, те, кому реально нужна реальная помощь, попробуйте это делать. Потому что это реально помогает. те же активизации благородных и прогулки. Это касается и русских, и нерусских, и всех. Да? Чтобы вы старались как-то на себя, свою семью поддержать, сохранить жизнь, здоровье. И стараемся сеять добро все-таки, потому что бумерангом все возвращается. И хорошее, и плохое. Всегда. Всегда. Так, идем дальше. Что еще вам не рассказала про месяц кролика? Про новизну я сказала, про категоричность сказала. То, что категоричность дерева это тенденция вот крайностям всегда импульсивность и жесткость. Прямо линейность вот так вот стоим, вот прям принципы, принципы. Вот. Далее. То, что касается инстаграмов, других, да, платформ для связи. я хочу сказать то, что я очень дорожу свою аудиторию, у меня большая аудитория, и я искренне люблю и уважаю всех моих и учеников, и клиентов. У меня большое количество людей из разных стран. Есть и украинцы, есть и русские, есть и люди, которые эмигранты, да, наши русские, которые в разных странах живут. И не только это Китай, это и Америка в том числе, разные страны. И я одинаково, ну, знаете, вот как дети. Ты любишь всех. Потому что ученики и клиенты, это в том числе, как дети. Ты им отдаешь свою энергию, ты с ними работаешь. Вот. И мне не хочется терять ни одну часть аудитории, я ко всем хорошо отношусь. Повторюсь, в каждой нации, да, в каждой национальности есть люди, которые сеют вражду, межнациональную рознь и агрессию. Я также сейчас прекрасно вижу, наблюдаю, кто что репостит, в том числе моих учеников и клиентов, кто как себя в этой ситуации ведет. Если вы уходите в злость, агрессию и пытаетесь мстить или злорадствовать, это тоже неправильно. Русские люди, обычные русские люди, мирные люди, они ни в чем не виноваты. Да? То есть давайте мы будем стараться, ну вот это вот не сеять и повторюсь, мне дороги все. Это так же, как вот у тебя есть дети. Вот есть такой ребенок, есть такой. Да, поэтому я уже обозначала, то что есть канал Телеграм для, на всякий случай, да, если вдруг что-то с Инстаграм. Но, в частности, нужно закачать просто VPN, если что-то будет блокироваться на территории Российской Федерации, что очень вероятно. Установите программу VPN, инструкцию, скорее всего, я сделаю в сторис, выложу, как установить VPN, чтобы вы могли пользоваться Инстаграм. И мы могли быть на связи, потому что все-таки, ну тут удобно, мы уже привыкли к этому. Это поможет нам просто оставаться с вами на связи. Окей? Окей. Итак, по здоровью, да, вот спасибо, что вы мне подсказываете, я с этой темой все-таки немножко ушла, да. То, что касается здоровья в марте месяце, шея, желчный пузырь, то, с чем могут быть нюансы. Вот, в частности, люди, которые берегутся по здоровью, соответственно, в марте месяце, это люди, рожденные в день Янского дерева, Дзя, мужчины в особенности, люди, рожденные в день Инской земли, Дзи, и люди Инского дерева. Вот у этих людей могут быть нюансы по здоровью в марте. Особенно если вы Инская земля, особенно если вы Инский огонь, и особенно если вы Дзя, мужчина, Янское дерево, либо Инское дерево. Окей? Вот. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание на здоровье, в частности, Инская вода, вода, ГУИ, это какие у нас органы, это уши, у кого-то могут быть нюансы со слухом в этом месяце, потому что вода большая, да, это слух, но у кого-то с речью даже могут быть нюансы, там дети могут заикаться начать. Вода, это мочеполовая система, гинекология, почки. Но в частности, дерево, и такое сильное дерево в этом году, это печенка может барахлить, в том числе на нервной почве, потому что сильное дерево, это гнев же, это раздражение. Почему люди еще все такие гневливые сейчас? Потому что дерево сильное, гнева много у людей, гневаются все друг на друга в том числе. Вот этот шум весь информационный, да, вот эта вот вода сверху грязная течет, больная вода, и все это уходит, куда эта вода уходит? В дерево. А дерево это в том числе гневливость, раздражение, когда все злятся друг на друга. Но это временно, понимаете, всегда, когда вот это все происходит в мире, мы должны помнить о том, что все проходит, все меняется, энергии меняются, все меняется. Вот. И огонь у нас при этом там задавлен мокрым этим деревом внутри тигра, а огонь это свет, это надежда, это радость, это оптимизм, это добро, да, то есть вот всем страшно, когда такая вода. Глаза болят, кстати, у меня тоже, я чувствую глаза, но я еще сижу, как бы всю ситуацию отслеживаю, так или иначе, и глаза поэтому тоже чувствуют. Ну вот. Теперь, вообще VPN незаконно. Вы знаете, в Китае 8 лет все иностранцы пользуются VPN, для них это единственный способ быть на связи со всем внешним миром, потому что в Китае все иностранные сайты заблокированы, в принципе. И если это случится, например, в России, то также люди будут пользоваться VPN, вот и все. Вот. Это точно. Все раздражительные, все злые, все дерганые, да, потому что дерево, избыток дерева дает такую реакцию. Вот. Не надо закипать, старайтесь понимать, откуда идут, да, вот эти все тренды и тенденции. Теперь, то, что мы проговорили с вами про здоровье. Я вам обещала от активизации, да, я всегда стараюсь делиться активизациями полезными, которые могут вам помочь. Основные вещи, там я еще в постах, подробнее выложу, будут посты, на месяц, три части, я все, ну, расскажу, да, выложу, в том числе, еще можно будет почитать. Основное я сейчас обозначила, самое важное, то, что мне хочется донести. Вот. Дарина Фортуна, зайдите по ссылке в шапке профиля, там есть ссылка на телеграм. Да, есть ссылка на телеграм в шапке профиля у меня и есть ссылка на мой канал телеграм-сторис я даю, я сегодня продублирую. Какую активизацию цветка персика для кролика? А зачем вам делать активизацию цветка персика для кролика? Я даю активизацию, я давала, сейчас я просто на эфире их сразу вам не дам, мне же нужно рассчитать, дать вам дату определенную. Вот. Мы активизации будем делать, у нас тренинг онлайн, бадзы с нуля и бадзы отношений, я, конечно же, сдвинула, я здравомыслящий человек, такой же, как и все, но мы сдвинули, нашей командой было принято решение сдвинуть на конец марта. То есть, мы не стали ничего проводить и начинать сейчас. Вот, но там будут эти активизации, там будут эти активизации, и мы там будем вас учить, как их делать конкретно. Это везде запрещено ВПМ, везде он запрещен, ну и что? Ну что теперь сделать? Везде запрещено. Везде. Так, что петуху, я погоду порекомендую. Ну, если у петухов есть возможность проиграть какую-то поездку, если это возможно, в пределах вашего города, хотя бы там, не знаю, да, поехать куда-то, потому что у петухов но это месяц личный разрушитель. Он может быть связан с какими-то переменами, с тем, что вам нужно будет куда-то поехать, то есть, он просто ваш личный разрушитель от месяца рождения, от года рождения. Вот, но это не критично, не значит, что все плохо, если там такой месяц идет. Ничего страшного, с этим можно жить. Можно отыграть поездками по возможности. Так, у меня тоже глаз правый болит, очень голова, яинский огонь. Голова, яинский огонь. Ну вот, нужно заниматься своим здоровьем, потому что у вас могут быть нюансы по здоровью, у яинского огня в особенности. Вот в марте, это еще март не начался. Еще, кстати, очень важный момент по поводу сна, да, в этом месяце, где мы не спим. Сейчас мы коснемся с вами как раз-таки личных, господи, не личных, а символических звезд. Господи, все уже собрало. Летящих звезд. Так, смотрите, у нас в марте как звезды с вами распределяются. У нас юго-восток 4,9, юго-восток допустим для работы, для быстрых денег, для того, чтобы с путем творчества заработать что-то, очень быстро IT-технологии, интернет-работа. Значит, юг плох, туда прилетела пятерка месячная, и с юга мы уходим, не спим там, не работаем. Он очень плохой, это быстрая болезнь, высокая температура, болезни крови, болезни глаз, болезни сердца, на юге вообще не находимся, да, уходим оттуда. Юго-запад плохой весь год, там мы не спим, там звезды болезни, особенно те люди, кому я проговорила, быть аккуратнее в марте. На западе у нас могут быть нюансы с суставами, с печенью, если мы находимся, если у вас ГУА-3, лично ваша ГУА, его можно рассчитать, да, на нашем калькуляторе, зайти посмотреть, если ваша личная ГУА-3, то нужно быть аккуратнее, не находиться на западе, не спать, могут быть нюансики лично у вас с суставами, с печенкой, в том числе, это может касаться шеи, да, вот на западе. Северо-запад подпорчен двойкой, это звезда болезни месячная, то есть оттуда лучше уйти, либо отодвинуть кровать на 15-20 сантиметров. Если у вас входная дверь юго-западная, либо северо-западная, то вы в этом месяце лечитесь, пьете БАДы. Если юго-западная дверь, то лечимся и пьем БАДы весь год. Если северо-западная входная дверь, то мы стараемся с вами, то мы стараемся с вами лечиться в этом месяце, заниматься профилактикой и пить БАДы, в том числе. Север у нас хороший, самый лучший сектор в этом месяце это север. Это когда мы получаем какие-то результаты посредством того, что мы активно работаем, выстраиваем какую-то систему, да, что-то делаем и делаем очень результативно. Хороший очень север. Северо-восток соус-оус, как бы комбинация 8-4 не идеальна, но более или менее. Восток у нас тоже, да, энергии находятся в состоянии контроля, нюансы могут быть с желчным пузырем, с печенью, с ЖКТ, там могут быть моменты. Вот это так кратенько, да, если мы пробежимся по секторам. То есть для сна вы исключаете юг, для сна вы исключаете юго-запад либо северо-запад. Если вы уйти не можете, хотя я рекомендую уйти с этого сектора, то хотя бы отодвигаете кровать на 15-20 сантиметров в этом секторе. Если у вас входная дверь северо-западной либо юго-западной, то вы пьете БАДы, лечитесь, занимаетесь профилактикой обязательно. Окей, я еще вот, кстати, хотела вам дополнить по поводу месяцев вот этих и по поводу февраля и по поводу марта. Еще какой тренд, февраль-март. Нюансы с валютой, нюансы с валютой и нюансы с детьми. Дерево – это то, что отвечает за детей, за гуманитарную помощь, вообще за деток. То есть многие люди, конечно, переживают за людей в этой ситуации, да, за мирных людей, за мирных жителей, за ребятишек. Потому что дерево сильное, это в том числе то, что касается детей, большого количества детей и людей. Вот. Это я дополнила. Так. Погоду я... Давайте я закончу с активизацией, потом уже вопросы. Хорошо? Потому что, ну, так невозможно будет. Давайте я закончу. Сначала то, что я хотела рассказать. По летящим звездам мы быстренько пробежали с вами. Так. Я традиционно даю активизации каждый эфир, чтобы вас вам сделать приятно немножко для своей аудитории. 5 марта у нас будет небесный добродетель. Она будет у нас в час петуха либо свиньи на... Где она? Подождите, я уже все... На юге. На юге. Это будет юг. Это будет юг. 187,5 на 202,5 градусов юга, насколько я помню. Почему у меня написано? Подождите секунду, я оформляла слайды. Сейчас я вам скажу точно. секунду. Поставьте плюсы, если я вернулась. Вот в этих градусах в час петуха либо свиньи мы ставим вентилятор на юг. 187,5 на 202,5 градусов. Это будет юг. У нас мы ставим туда вентилятор. Это будет сектор Дин, Инского огня. Ставим вентилятор. На пол мы его не ставим. 60 сантиметров в метр от пола. Ставим вентилятор. И для чего? Можно делать эту активизацию всем. Просим помощи высших сил. Обращаемся к высшим силам. Мне кажется, чем большее количество людей будет просить о том, чтобы все закончилось хорошо для всех людей. Чтобы все было мирно и прекрасно, чтобы все было прекрасно. Не бывает, чтобы все было вообще везде прекрасно. Везде есть и не есть ян. Бывают разные ситуации. Но если большее количество людей обратиться к высшим силам, чтобы все было хорошо, мирно, я думаю, шансы увеличиваются в таком случае. То есть ставим в час петуха либо свинки вентилятор 187,5 на 202,5 градусов. Дин, это юг будет. Ставите вентилятор и все. Он просто стоит, можно делать всем. То есть мы активизируем небесный добродетель месяца. Просим помощи у высших сил. Очень хорошая активизация. Очень хорошая активизация. Поставьте плюсы. Поставьте плюсы. Пожалуйста, поставьте плюсы. Поставьте плюсики. Это будет завтра, 5 марта. Это будет завтра, 5 марта. Если, так как на юге 5, это ничего страшного. У нас месяц еще не сменится, насколько я помню. В этот час я проверю. Хорошо, вы мне задали вопрос, потому что я смотрела на март, а вообще на март нет активизации этих. У нас везде идут дни разрушителей, когда вы могли попросить. Это очень на многие мысли наталкивает. Давайте тогда я по этой активизации уточню. Спасибо за очень хороший вопрос про пятерку, потому что пятерка, по-моему, еще не прилетит туда. Вплоть до часов я сейчас проверю, во сколько энергии сменится, потому что я взяла эту активизацию, что это как бы еще этот месяц. Еще тигр. Вот. Окей. Окей. Я тогда перепроверю, пока вы ее не делаете. Я все-таки перепроверю. Хорошо? Окей. Окей. Тогда давайте я ее пока не буду. Ну нету, вот я всегда ее даю каждый раз. И ее нету вообще в марте больше. Я думаю, в феврале хотел бы успеть дать ввод. Это точно все проверено с учетом цемей. Значит, смотрим. 7 марта в час змеи примерно с 11 до 13 часов на юго-западе располагаем вентилятор. Это карьерная активизация, да, карьерная активизация. И она очень хороша для поиска работы, клиентов. Я знаю, что у многих проблемы бывают с тем, чтобы как-то, ну, почувствовать себя более уверенно в плане финансового благополучия, благосостояния, в плане поиска работы в том числе. 7 марта в час змеи примерно с 11 до 13 часов на юго-западе вы располагаете вентилятор. Эта активизация называется «Зеленый дракон поворачивает голову», а сами садитесь в противоположном секторе, да, при этом на северо-востоке 7 марта. И вы можете рассылать резюме, искать работу, связываться, да, с вашими, там, клиентами в том числе. Угу. Окей. Не используют люди, чей год рождения заканчивается на 0, 1 и 2004 года рождения. Угу. Угу. Так, это сейчас лучше 9. А если я 7 числа буду на работе, можно там... Сейчас я час уточню, потому что что-то у меня какие-то опечатки странные. Оформляла не я. Сейчас, секунду. Я перепроверю по оформлению. Да, я писала час змеи с 11 до 13, а это, по сути, час лошади. Сейчас я проверю и вам скажу. Окей. Это у нас юго-запад 7. Сейчас я проверю и вам скажу точно. Секунду. Поставьте плюс, если я вернусь. Змея, все правильно. Змея, час змеи. С 9 до 11 примерно. Но я когда пишу час, да, там, змея, лошадь, вы просто заходите в калькулятор по ссылочке в шапке профиля, точный час смотрите для своего города. Час змеи примерно с 9 до 11. Здесь опечатка. У меня торопилась, быстро писала и опечаталась. Час змеи. Час змеи с 9 до 11. Час змеи. Час змеи. Вентилятор вы ставите на юго-западе, сами садитесь на северо-востоке, лицом направления юго-запада, работайте, рассылайте резюмы и так далее. Хорошо? Окей? Пояснила, да? Все было слышно? Я пояснила. Дальше идем. Час змеи. 10 марта. Весь день птица будет падать в гнездо на юго-западе. Птица будет падать в гнездо на юго-западе. Можно изучать информацию, учиться, одновременно повышать свой уровень удачи, находясь на юго-западе в принципе весь день. 10 числа. Не используют люди, чей год рождения заканчивается на 5, 2 и 64 года рождения. Окей? Окей? 10 марта. Весь день птица на юго-западе. Птица падает в гнездо. То есть вы можете расположиться на юго-западе, также работать, искать клиентов. Весь день там структура. Весь день на юго-западе. Там просто полезно находиться весь день на юго-западе. Кроме тех людей, чей год рождения заканчивается на 5, 2 и 64 года рождения. То есть они использовать не смогут. По небесной благодати я проверю точно, насколько у нас сменятся часы, сменятся часы нового месяца, потому что на март вообще нет ни одной благодати. Вообще нету. Нету. То есть март все-таки напряженный у нас очень. Я читаю по тому, что вижу. Вот. Вот это я рекомендую сделать. Дракон очень классный для карьеры, для поиска работы. Очень много отзывов. Очень много отзывов по дракону. Работу можно искать в дракона. Нужно искать в дракона либо в птицу. Окей. А как вы видите по поводу валюты, еще ниже упадет рубль. Ну, я считаю, что будут еще вот эти вот колебания. Еще может подняться выше доллар, опуститься рубль. Будут колебания. Будут колебания валют. И в марте в том числе еще будут колебания. двойка на юго-западе все равно находиться. Вы же там не спать будете вот на юго-западе, не месяц спать. Вы там просто посидите днем несколько часов. Ничего страшного, то, что там двойка. Ничего страшного. Там хорошая структура по цемене. Так. Значит, по небесной благодати я уточню. Я уточню и напишу под эфиром потом «хорошо». Эфир сохраню. Слышите меня все? И напишу под эфиром «можно будет благодать делать или нет? Нет?» Хорошо? Проверю. Потому что, ну, нету на март. Я взяла последний день февраля. Надеюсь, что мы сможем использовать хотя бы вот этот день, пятое число. Но вот тут я часы не проверила. Надо с точностью до часов посмотреть, чтобы нам не намудрить, как говорится. Так. Так, 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 так. Теперь то, что я спрашивали меня, мы перенесли, да, я говорила, что мы перенесли Бадзе с нуля, перенесли Бадзе отношения. Многие спрашивают, когда все-таки будет, не будет. Все будет. Старт будет 22 марта у нас обязательно, да, то есть у нас первая будет бесплатная неделя и Бадзе отношения вместе, и Бадзе с нуля. Сегодня я разыграла уже одно место на Бадзе отношения. Девочка одна у меня выиграла. Да, она бесплатно будет участвовать в этом тренинге. Мы там будем всякие делать активизации на тему личной жизни, будем разбираться с вашими картами, и те девчонки, которые в поиске, и кто не в поиске, всем, в принципе, это будет очень даже полезно, потому что мы там и мужей будем искать, где их, где их шансов больше найти, гулять будем подсеменен за личной жизнью. В общем, я считаю, что полезно будет достаточно тренинг для тех, кто в поиске, кто хочет встретить партнера, вот, и для тех, кто уже в отношениях, и кому хочется отношения со своим супругом, например, улучшить, очень, кого замуж не берут, кто живет гражданским браком, и кого замуж не берут, кому хочется замуж, тоже будет очень актуально, потому что там же будет женская славянская гимнастика, которой мы будем заниматься. Поэтому я очень рекомендую тем, кто вот хочет постараться улучшить свою личную жизнь, да, вот. Дальше у нас базы с нуля также, да, базы с нуля также, промокод, тут указан, промокод, скидка идет у нас, я давала промокод, по-моему, на другом эфире, либо на вебинаре, тренинг базы с нуля старт также, у нас общая будет бесплатная неделя, да, и затем у нас с вами разделение, ну, можно проходить параллельно оба тренинга, это не возбраняется, потому что по объему информации, по время затратов, в принципе, это реально, потому что мы дробно даем там в день по уроку, да, и это все разбитой информацией, и вы будете успевать, при желании, конечно, вот, соответственно, далее, три недели бадзи с нуля отдельно, бадзи отношения отдельно, вопрос, хочется понять, полезен брак или нет, будет дополнительная опция на бадзи отношения, где можно будет взять пакет дополнительно, в который будет входить то, что я рассчитаю вашу карту и скажу, полезен ли брак, чисто на тему брака, то есть это не консультацию взять, да, у меня, а чтоб я рассчитала, поработала с вашей картой, дала вам информацию о полезности вашего дома брака, мы специально ввели эту опцию дополнительно, в прошлом году такого не было, плюс дополнительно я даю прогулки здесь, плюс дополнительно мы будем конкретно искать мужей, где они у вас могут быть спрятаны, мужчин, где шансов больше познакомиться, потому что можно пытаться ходить, знакомиться долго и упорно, но толку нету в одни и те же места, одними и теми же трупами, а мужчина вообще в другом месте вас ждет. Клуб прогулок итоги давно уже не подводила, не успеваю, отдельно в чате, да, клуба прогулок итоги подводится, победили, награждают, но я не успеваю проводить эфиры, физически не успеваю. Вот сейчас в этой ситуации очень, в кавычках, веселой я ее не могу назвать, даже в кавычках, жесткая ситуация, жесткое, да, испытание для всех, если есть возможность, я рекомендую гулять под семей, делать активизацию, чтобы себя поддерживать, себя, свою семью, вот, так, отключаю, клуб прогулок там стоимость 1300 рублей, пока я даю, я обещала две недели, да, поддерживать по возможности всех, ресурсный шаг от меня, от моей команды, мы даем прогулки совершенно бесплатно в моем канале телеграм, подписывайтесь на мой канал на телеграм, здесь я стараюсь дублировать, но, как бы, там есть ссылка на часы, там все это регулярно размещается, окей, вопросы сейчас я постараюсь пройти, я не обещаю, что я все ваши вопросы смогу проговорить и ответить сегодня, но я постараюсь, вот у меня уже шея, чувствуется, что начинается март, инское дерево, вот шеи у многих могут заклинивать в марте тоже, инское дерево, кролик, так, я знаю, что у многих, конечно, украинцев какие гулянки, да, вы сидите и прячетесь, я понимаю, вы заблокированы дома у себя, сидите и прячетесь, кто дома, кто там, в подвалах, кто где, делать благородных по возможности, хотя бы на телефоне, я так вижу, что у многих есть телефоны, я не знаю, там зарядные какие-то, удлинители, делайте благородных, звонок на телефоне ставьте, не мыть полы, там, если какие полы, да, если вы где-то, не дай Господь, в подвале, берете просто вот на телефоне, включаете будильник, и пошли в нужный угол, в нужные градусы, и просите помощи высших сил, чтобы Господь вас берег и сохранил вашу семью, так, Дарина, сколько лет вы живете в Китае, вы знаете, такой странный вопрос, потому что у меня на главной странице написано, что я 12 лет жила в Китае, сразу же, когда ко мне заходите, инскому дерево март подходит для зачатия, это индивидуально, кому-то подходит, кому-то нет, в принципе, есть шансы, но это все-таки индивидуально смотрится, но шансы есть, почему я родилась год кролика, я не понимаю, откуда такая аналогия, я сказала про шею, что у меня шею клинануло, говорю, месяц кролика начинается, шея уже чувствует моя, огненное в марте не проигрывается, нет, огненное проигрывается в феврале, и многие ощутили, да, февраль какой веселый, господи, в мае и в августе, вот, про огненное наказание, есть прекрасный вебинар, бесплатный, который в феврале, до начала года, старалась записать, очень, несмотря на то, что очень плохо себя чувствовала, но я выложилась на все 100%, и сделала для вас бесплатный вебинар, он есть в доступе, пожалуйста, смотрите, я же делюсь информацией, есть информация, которая бесплатная у меня также, я много чем делюсь, вебинар есть, в записи, посмотрите его, я там все рассказываю про огненное, по ссылочке в шапке профиля он есть, календарь сегодня будет на март, календарь у нас идет в постах, я календарь не сижу, не рассказываю дни, редко там обозначаю, будет в постах, все это будет, Дарина пережениться, можно 16 марта, если стол в дня петух, я вообще так не могу вам ответить, вообще не имею никакого права отвечать так на ваш вопрос, потому что нужно смотреть, все хорошие даты, самые лучшие, золотые, на этот год я давала, а индивидуально все-таки нужно смотреть, не могу ничего сказать, потому что не вижу карты обоих, кто в отношениях, тому тоже курс подойдет, да, да, он актуален будет для всех женщин, в принципе, и кто в отношениях, кто не в отношениях, 5 марта, дни рождения, что можно по Бадзу, я понятия не имею, понятия не имею, что значит 5 марта, дни рождения, что можно по Бадзу, вы представляете, сколько людей на планете Земля, рожденных 5 марта, все разные, карты у всех разные, годы разные, рождение, часы, ну, то есть это все индивидуально все-таки, какие красавцы, снеговики, Дарина, скажите, пожалуйста, куда поставить целевой в этом году, если 5 в центре, можно не ставить, она заблокирована в центре, ну, можно и не ставить, в принципе, карты метафорических сегодня не будет, нет, я не успеваю, потому что мы уже второй час с вами общаемся, в другой раз я постараюсь выйти в эфир, у меня еще зависла открытая консультация, девочка выиграла, я еще до сих пор не провела, потому что то болело, то одно, то второе, поэтому метафорических сегодня не будет, но я постараюсь на днях сделать эфир с картами, если уже в отношениях тренинг подойдет, да, подойдет, будет ли марафон активизации, будет, он будет у нас уже теперь, мы сдвинули все на месяц, в связи с событиями случившимися, он будет, соответственно, уже теперь в апреле, но он будет, да, он будет весной, будет летом, дважды, за первые полгода он пройдет, что делать со звездой одиночества, будет рассмотрено на курсе, мы будем проходить звезды одиночества, на курсе в том числе, там много чего будет, на онлайн тренинге Бадзе отношения, звезды одиночества, девочки, и без тренинга, я вам сейчас сразу скажу, это не приговор, это не приговор еще, фаза ци очень слабая, всю жизнь как проиграть, смерть-смерть в толпе дня, как жить, нормально жить, с этим живут, это не значит, что у вас все плохо, смотря чего это касается, кого, но это не диагноз, что все плохо, в дне рождения, фаза ци, смерть, хочется понять, полезен брак или нет, я сказала, будет опция на Бадзе отношения, где можно будет посмотреть полезность в дому брака, Дарина, я водоян на крысе, мой благородный под нее погоду кролик, вы сказали, что для воды ян кролик-разрушитель, я такого никогда не могла сказать, потому что это небо и земля, это разные вещи, небо с землей не могут сталкиваться, небо не может разрушать землю, как небо может разрушать землю, они не могут столкнуться, они на разных осях находятся, на разных полюсах, поэтому вы что-то путаете, вы что-то путаете, кролик не может сталкиваться с водой ян, для воды ян кролик благородный, что-то вы запутались, добрый день всем, если входная дверь на северо-запад, какую защиту необходимую по БАДам услышал, лечимся, занимаемся профилактикой, это все, тыква-горлянка, тыква-горлянка, я не помню, я по-моему не говорила в связи со всеми этими событиями по поводу боксов, фэн-шуй, курс соответственно изменился для всех, пока курс скачет, мы будем наблюдать, я все-таки надеюсь, что он еще поднимется, потом опустится, то есть это будут скачки, но вот то, что касается фэн-шуй бокса, партия у меня уже, она в Москве, и она закуплена была по старым ценам, по старому курсу, поэтому если кому-то актуально, в том числе русским людям, россиянам, то вы можете покупать сейчас бокс, потому что скорее всего, если будет до поставки, у нас уже пока непонятно, какой это будет курс, я конечно очень надеюсь, что все-таки все вернется на какие-то другие оси, по теме курса валют, я даже скажу больше, я чувствую, что это будет решаться, но гарантировать никто ничего сейчас не может, мир очень непредсказуем, если курс будет выше соответственно, то и юань к рублю тоже выше, и это будет другая стоимость этих фэн-шуй боксов, поэтому та партия, что осталась у меня в Москве, вы можете покупать, если есть возможность и желание, цены прежние сейчас, в 22.45 смены месяца, ну вот спасибо вам большое, Мия-Мия-Ви, спасибо вам, видите, люди сила, нужно объединяться, вот видите, вы мне помогли, надо помогать друг другу, это касается всего, значит мы делаем спокойно небесную благодать, сразу я вам, я вам верю, Мия-Мия-Ви, надеюсь вы все точно посмотрели, да, давайте вернемся к нашей добродетели, тогда сразу я прокомментирую, 5 марта, небесная добродетель, мы с вами ставим вентик, вентилятор, не спрашивайте меня, куда лицом, вообще не важно, а то начинают спрашивать, а в час петуха, либо свинки, в час петуха мы точно можем с вами сделать, потому что в 22.45 сменится, месяц, в час петуха делаем раз, в свинью не делаем уже, потому что у кого-то захватится, в час свиньи уже пятерка там будет, значит делаем в час петуха, 187,5 на 202,5 градусов, это должен быть юг Дин, сектор Дин, Динский огонь, туда ставим вентилятор, можно делать всем, в час петуха вечером, примерно с 17 до 19, вы это делаете, точное время для себя можно посмотреть, зайти ко мне в канал телеграм, там есть ссылка на часы, для вашего города, вбиваете ваш город, и в час петуха смотрите на 5 марта, вот, ставим вентилятор, это очень классная штука, давайте все постараемся попросить о мире, поставить завтра вентилятор, в час петуха попросить о мире, я думаю, что это может иметь большой вес, даже моя скромная аудитория, да, мои люди, вот, будем ставить вентилятор в час петуха, 5 марта, да, все, отключаю демонстрацию, спасибо, Мия-Мия, хорошо, окей, благодарю, спасибо, у кролика мужчина, операция в марте, есть опасности, ну, у него, я не знаю карту, просто то, что в месяц у него, там операция, очень вероятно, у меня все мои операции, в том числе, кесарево сечение, были в месяц обезьяны, я по году тигр, так отогралась, да, очень вероятно, что может быть операция, насколько это положительно, или не положительно, или отрицательно, сказать не могу, это все-таки глубже нужно смотреть карту, для беременности есть активизации, для беременности нужна, нет, есть индивидуальная консультация, и делаются конкретные шаги, дракон, пока мне помог оптиться, мне помог, а птица помогает, день рождения, считаю, как 71 год, правильно, не знаю, надо смотреть, в калькуляторе же все написано, зайдите в калькулятор, построите свою карту, не гадайте, когда там год менялся, может быть, и сменился уже, может быть, 72, может быть, 71, надо посмотреть, двойка на юго-западе находится весь год, дарина, как вы видите по поводу валюты, я пояснила, с валютой будут нюансы, валюта дети, дерево, их не повезло с птичкой, спасибо за активизацию, пожалуйста, вентилятор на юго-запад лучше с центра квартиры, лучше делать по большому тайчи, да, если юг и юго-запад в ванна, можно ли делать активизации, но перед делать, можно перед этим сектором располагаться, в стене перед, так, скажите, пожалуйста, этот год каким будет для коз, ну, у нас не прогноз для коз, есть новогодний вебинар, там все рассказывается про весь год, он еще актуален будет весь год, этот новогодний вебинар, посмотрите, приобретите, можно так сделать, вот, просто это очень общо, какой будет год для коз, коз знаете сколько, коза разная, общего тренда, что плохо или очень хорошо нету, для вас год реабилитационный скорее, реабилитация в этом году, сохраните, пожалуйста, эфир, сохранить постараюсь, вентилятор ставить в комнате на юго-западе или в квартире на юго-западе, вентилятор ставить в комнате на юго-западе, что значит, в большом тайчи, это значит в квартире, относительно большого тайчи, это квартира вся, у меня комар прилетел, сейчас меня будут жрать, а потом я буду все чесаться, сори, так, сектор юго-запад, детская комната, можно ставить активатор, можно, а если в это время 7 числа буду на работе, можно там сделать, можно, сейчас змеи, я уже прокомментировала, придется опять убрать кровать в другое место, с юга на юго-восток, нормально? нормально, нормально, можете написать бадзе, время там выйдет, но время местное, солнечное, можно посмотреть на часах, которые я даю ссылку, наши часы, если по дню рождения я, я низкий огонь в марте, на что обратить внимание, благодарю, у вас весь год своеобразно у янского огня, нынче, прогноз размещен, я в актуальный сторис прикреплю, и размещала по знакам прогноз, мы индивидуально на каждое время здесь не тратим, я прогноз в актуальный подгружу, я грузила в сторис, для каждого знака, основные тренды на этот месяц, хорошо? Час виние петуха, где прочитать, когда это, вы заходите в наши часы, в моем канале телеграм, есть ссылка на часы, и в сторис я тоже подгружу, все, мои милые, я буду закругляться, хорошо? Ой, подождите, что-то я нажала, какие-то присоединения, запросы, сейчас я, ой, что-то вы тут понаписали, еще час, что ли, будем сидеть, я уже хочу закруглиться, закончить эфир, ой, сколько, 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 в марте на северо-западе не ставить соляное, нет, нет, вы опять начинаете, знаете, это, зуб болит, пьем аспирин, извиняюсь, попа болит, тоже аспирин будем пить, воспалительный процесс по-женски, тоже аспирин, или там, нога гангрена, тоже аспирин, но это же не так, да, то есть вы пытаетесь одно лекарство от всего подряд использовать, это некорректно, соляное лекарство мы используем только от пятерки, годовой, либо месячной, месячная пятерка у нас на юге, то есть соляное ставим на юг, соляное ставим на юг, окей, соляное ставим на юг, все, курсирует, от двойки, которая на двери на северо-западе, лечимся, пьем БАДы, иголки, БАДы, все что угодно, лечимся. Что ждет иньский металл, тоже астрообзор по знакам, продублирую в актуальной сторис, про каждого отдельно записывала, сделано. Земле инь беречь здоровье, да, я говорила, Дарина, у ребенка сменился период, пришел огонь, я на лошади, дорогие мои, я ничего тут не прокомментирую, надо смотреть карту, но это не серьезно, я даже карту не вижу, не буду комментировать, Валентина, не обижайтесь, я не могу вас проконсультировать, потому что я не вижу. Я могу сейчас вам сказать все, что угодно, это будет некорректно. Если я не вижу карту, я так не могу сказать по поводу здоровья, тем более, вообще здоровье отдельно, пласты, в БАДы я здоровье вообще не, не обучаю по теме здоровья, в БАДы в принципе, то есть это лучше решать с профессионалами, по теме медицины, с медиками, с врачами. Дарина, в марте столкновение кролика и петуха, смотрим, кто на кого нападает в этой связке, при чем тут это, всем фигово, если столкновение, одному другому. Ну, как бы кролику, для кролика, дни петуха будут не очень приятные, для петуха большая турбулентность, можно увидеть, сколько мужчин по судьбе, можно, конечно. Я не понимаю, Валентина, ваш вопрос, сейчас я еще раз его перечитала. У ребенка сменился вперед, пришел огонь ян на лошади, у нее огонь полезный элемент, можно активизировать, активно действовать по поводу здоровья, если вода не полезна, а при чем тут вода? В любом случае, если вы занимаетесь здоровьем, то вы действуете, независимо от полезности воды в этом году, период у вас другой. Не совсем понимаю вопрос, и я карту не вижу все-таки. Календарь, я говорила, что будет в постах, курс по Бадзе тоже перенесем, нет, курс по Бадзе все по плану, все по плану, у нас в конце апреля курс Бадзе начинается, насколько я помню. Сейчас не хочу вам говорить, у нас сдвинулось все, в принципе, не хочу сейчас говорить, может быть сдвинуть, может быть нет, не хочу врать, не помню просто цифры, ну и конкретные числа, но вот эти два мы сдвинули точно, и соответственно, расписание сдвигается, но все будет все равно, что места занимаются, люди планируют учиться, и группы набираются. Бадзе можно узнать, жив человек или нет, нет, это не гадание, Бадзе это судьба, это как судьба глобальная, то есть это астрология, 30-40 процентов, но вот вопрос-ответ, жив или мертв, это больше про цемень нельзя, мы смотрим. Дарина, спасибо за ваши консультации, пожалуйста, Дарина, подскажите, по ситуации с войной худшие, мы уже прошли, или все еще нужно ожидать ухудшения ситуации, просто у нас есть вероятность, что бомбежка спросует взрыв на АЭС. Вы знаете, я хочу сказать то, что пока ситуация еще очень напряженная, я не занимаюсь, повторюсь, мунданной астрологией, которая анализирует государство, страны, территории глобально, но мнение авторитетных астрологов, западных, которые этим занимаются, о том, что либо конец сейчас будет в марте, напряженно, вот эта эскалация, закончится вооруженное противостояние, либо худший вариант, до мая это все затянется, но я все, все-таки склонно надеяться, что инское дерево и вода на инском дереве, как-то вот у нас это будет, надеемся, в месяц благородного кролика будет решаться. Держитесь, пожалуйста, потому что, я представляю, как это страшно, тяжело людям, которые попали туда, которые ни в чем не виноваты. Есть опять-таки, то есть какая-то общая карма, но не дай Господь. Держитесь. Юг, входная дверь, как-то можно нейтрализовать. Соляное лекарство вставим на дверь, и колокольчик всегда на дверь, колокольчик. От двойки тыква-горлянка. В фэншуй-боксах у нас все есть. Я фэншуй-боксы не рекламирую, про них не рассказываю, ничего, то есть как-то мы вот к Новому году сделали, они есть у нас в Москве можно отправить. Пока по-прежнему курсу продажи идут. Не поднимай лицами. На юг соляной раствор, верно, Дарина? Да, на юг соляной. Я прослушанно сразу подключилась, куда соляное лекарство переставить? На юг. Ограничения для кого не понимаю, плановые операции было назначено на... По небесной благодати ни для кого нет ограничений. Делают все, танцуют все, все делают. Плановые операции были назначены на 5 марта, посмотрела ваши публикации, поняла, что это день разрушительный для меня, я свинья, а 5 марта день змеи. Принесла операцию на сегодня. Спасибо вам за... Спасибо за ваше знание. Пожалуйста, я очень рада, что эта информация помогает. Пожалуйста. Извините, а какой сектор ставим 5 марта вентилятор? Я градусов вам указала, насколько я помню, это юг, Дим. Пожалуйста, будем просить о мире. Да, я призываю всех, кто вот... Ну, я думаю, что все нормальные люди переживают. Не знаю, все и русские миры, все. Давайте все вместе попросим о мире. Попробуем завтра поставить вентилятор на юго-запад, пусть это будет какая-то... Знаете, есть поле, общий эгрегор, да, может быть, в том числе будет вклад какой-то внесен в то, что мы на эту ситуацию как-то повлиять можем все-таки энергии. Энергии. Пожалуйста, у кого открывается сокровищница? В кролике ни для кого, кролик не является сокровищницей. Я петух, кролик, у меня разрушитель, он же благородный. Как быть? Ну, как быть? Потреплет, но закончится хорошо месяц. Может, потрепать немножко, но за счет благородного ослаблено это столкновение. Дарина, месяц кролика начнется утром 5 марта или когда сменятся энергии? Вот мне написали, что в 22 часа вечером 5 марта. Я потому что не проверила, не посмотрела, вкуда часа, торопилась. Можно дерево, ян, делать операцию на глаза? Скорее всего, придется вам делать. Скорее всего, придется в марте. У ребенка день рождения 20 мая считать как? Не понимаю вопроса вообще. Вопрос вообще не понимаю. 0,20? Как записали, так и пишем, так и вбиваем дату по факту, фактически. Что особенного может быть у земли и не в марте? Ребят, давайте это, я же сделала по каждому знаку, я же не буду повторять, я выложу в актуально. А если пятерка, пять буду на работе, там можно сделать 5-го числа можно. Благодарю, пожалуйста, входная дверь тоже смотрится из центра квартиры. Да. Простите за глупый вопрос, вентилятор, включатель или просто поставить? Включать, конечно, еще вопрос поставить. Включаем, и он вентилировать должен. Да, да. Дарина, если есть возможность сохранить, пожалуйста, не успела на начало. Постараюсь, Лена, постараюсь включать. 3 октября 88-го года, стоит ли сегодня подавать документы удачно ли, когда, либо когда лучше? Не знаю, я по документам, даты будут все хорошие, выложу, я не помню так. У меня же голова не дом советов, я же не могу календарь в голове, все, где-то я что-то помню, но будут даты на месяц, посмотрите, какая вам подойдет. Хорошие, плохие даты я выложу. 3 октября, стоит ли сегодня подавать документы, так, опять ответила. Ой, камер-то прописал, было слышно, не понимаю. Дарина, для огня инь год не очень. Почему? Почему это не очень? У девчат иньского огня, я говорила, с мужчинами могут быть знакомства перспективные. Мужики у вас идут, иньский огонь, и ямский огонь, девчата, у вас мужики два года идут, те, кто в поиске, те, кто не в поиске, женщина не может быть в поиске, женщину ищет обычно. Есть шансы на изменения в личной жизни, карьерные изменения. У вас хорошие, в принципе, у вас 22-й год должен быть очень даже неплохим. Как нейтрализовать ванную и туалет в центре квартиры? На будущее переехать, потому что это плохо, когда в центре туалет очень. Уточки еще есть? Уточки, по-моему, были еще. Потому что, если сейчас будет курс такой, какой есть, это, понимаете, насколько курс повысился, настолько у нас будут выше все эти цены, потому что у нас и доставка, и таможня, и пересылка, оно же все дороже получается, по-другому курсу уже. пока вот то, что есть, берите по старому курсу. Это никак пока не касается стоимости на курсы, на тренинги, никак, потому что тут я не завязана на курсе в прямую, но то, что касается закупки товаров из Китая, конечно, это отражается на стоимости, потому что курс очень влияет. И все, что есть сейчас в доступе, мы цены не поднимали, пожалуйста. утки, по-моему, были еще утята. Пожалуйста, янского металла в этом месяце поспокойнее, отдельно по знакам продублирую в актуальный сторис все это будет. Спасибо большое за эфир активизации, пожалуйста. Спасибо, Дарьяна Мира всем нам, пожалуйста. Спасибо большое Мира всем, спасибо. Дарьяна Технику можно в марте приобретать или имитировать. Не очень, для техники месяц вообще. С техникой все отложите свои покупки, инвестиции в технику до, по-хорошему, до осени. До сентября. В сентябре будет попроще с этим и поудачнее. Сейчас вообще техникой не пахнет, металл слабый, слабоватый. Пожалуйста, подскажите, пожалуйста, спальня на востоке напротив санузел. Ну все, санузел, значит, постараемся как-то хотя бы. Я не вижу уже план закрыть. Мир всем, мир мир всем. Пожалуйста, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, как вступить в клуб прогулок сейчас. Ссылочка в шапке профиля, клуб прогулок нажимаете, регистрируйтесь и все, мы вас добавляем. Выходите к нам почаще. Вы знаете, я, как и все люди, старалась тоже эту ситуацию сейчас как-то принять, как-то с ней смириться, дальше жить, потому что я такой же человек, в том числе, я этого не скрываю, то есть я же не, знаете, росомаха какая-то, да, или, там, я не знаю, не инопланетянин, вот, но я стараюсь выходить в эфиры, когда есть возможность, в принципе, потому что у меня же есть мои основные обязанности, это работа с клиентами. Вот. Я постараюсь выйти, потому что у нас еще с метафорическими картами, это, думаю, многих успокоит, в том числе, вот, и эфир у нас по плану, по девочке, может быть, мы с ней отдельно созванемся, может быть, сделаем открытую консультацию, там, посмотрим по ситуации. Так, если, что-то там у нас ребенок в карте подним петуха по месяцу кролик, это не очень хорошо является столкновением, или между собой они не соприкасаются, так как на разные сферы действия. Я не хочу вас окорчать, но это столкновение, это серьезное столкновение, которое встроено в карту, нужно в идеале разобраться, чего это у него будет касаться, каких людей, каких аспектов жизни его. Это столкновение. Есть ли входная дверь на юго-восток, нормально, в этом году, терпимо. Творчество, секс, новые отношения, любовь. Творчество, картины пишем маслом, романы, дерево, дерево, вышиваем. Пожалуйста, конечно, мы все переживаем мира, всем сохраните, пожалуйста, эфир мира, всем доброты, Дарина Багдрова за информацию. Пожалуйста, Ирина, подскажите, пожалуйста, фасадная дверь на севере, а с севера во двор, на юго-запад, плохо ли это? Я не вижу эту карту, я не понимаю. Ну, вы пытаетесь у меня спросить вопрос серьезный по фуншу, я должна видеть план, я не могу так сказать. Какого года постройки дом, там масса нюансов по наталу. Дерево и операцию на глаза можно? Может так случиться, что придется делать в этом месяце? Вот я не понимаю, дату мне скидывайте и спрашивайте, можете мне сделать разбор. Я не делаю разбор вот такие в прямом эфире, я этим не занимаюсь. как узнать, кто твой благородный. Очень просто. Посты есть на эту тему, кто твой благородный. Я размещаю также активизации каждый день. Вы просто должны сначала определить, день кого вы рождены. В калькуляторе вбиваете ваш день рождения, смотрите, и по дня рождения отталкиваетесь уже. То есть в калькуляторе справа там значки будут стоять, кто ваш благородный. Благодарю за ваше знание. Пожалуйста. Спасибо за эфир, как всегда, полезно и интересно. Пожалуйста. Дарина, вы классные, спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо вам за теплые слова. Если подали документы на оформление визы сегодня уже, как-то можно исправить? Уже только ждать, как исправить. Активизации делать, просить, чтобы все хорошо решилось благородных. Дарина, спасибо. Я имею в виду, что текущий будет тегра, сильная вода по карте это или нет, не полезен. Мы советовали в аварии не ставить диагнозы. Сейчас пришел сильный огонь в периоде, поэтому спрашиваю. Значит, нужно дождаться, когда будет месяц огня. Это будет лошадь. Июнь. Либо май. Май-июнь лучше. Лучше вообще взять июнь, если терпимо до июня. Как быть металл, ян, столько воды. Несмотря, полезно вам это или нет, это уже индивидуальные вещи. Качаем то, что полезно. Дарина, благодарю за ответ и за всю информацию, пожалуйста. Если на юге окно, то срочное лекарство и колокольчик на ручку к нам можно повесить. Соляное, да. Покупать квартиру в марте можно, можно тем, кому полезно. Все относительно. Я вода инь, благородный кролик. Как использовать месяц своего благородного? Я вода инь, благородный кролик. Как использовать месяц своего благородного? Во-первых, вам могут оказать помощь некую в этом месяце. Это первое. Во-вторых, в ситуации, когда вы хотите, например, чего-то попросить, что-то изменить, вы можете обратиться за помощью, кому-то вам могут помочь. То есть, когда вы сами запрашиваете эту помощь, в том числе. Так, пожалуйста. Ювелирные украшения. Что ювелирные украшения? Не понимаю, какой вопрос. Благодарю за активизацию ответа всем мира и добра. Путешествовать, куда можно в марте. Ой, путешествовать, куда можно. Вы еще хотите путешествовать? В этом месяце. Ну, нельзя на юг, север, юг, ось плохая, там пятерка. Юго-запад двойка, северо-восток плохо, северо-запад. У нас все оси не очень. У нас единственная ось, восток-запад нормальная в этом месяце все. Восток-запад только нормальная ось. Остальные как бы не очень. Там либо пятерка, либо двойка цепляем. Ну, хотя бы исключить юг-запад, о господи, юг-север, и северо-запад, юга, подождите, нет, север-юг исключаем, и, соответственно, север-юг точно исключаем, но остальные там с двойками. С двойкой юго-запад, северо-восток, и с двойкой получается северо-запад, юго-восток, юго-запад, северо-восток. там болезнь не очень хорошо. Всем любимый разделка по покупке квартиры в новостройке была 28 февраля. Это неплохая дата. Не знаю, я думаете, помню все даты, что ли у меня там? Нет, я не знаю, надо смотреть, не помню, что он из моего 28 февраля. Он был день крысы? Не знаю. Индивидуально для вас какая-то дата. Посмотрите. Вроде обычный день, но не супер-пупер классный, не супер-пупер хороший. Я все сделки, все даты стараюсь публиковать, по недвижке тоже будут даты. Я дала вам даты для посещения врача. Важно, посмотрите, сохраните себе. Есть пост, вот один из предыдущих. И я еще размещу даты по поводу переезда. Я давала тоже два месяца назад, на два месяца вперед я их даю. И там хорошие даты по недвижке. Пожалуйста. Так, дорогие мои, я уже все. Мы уже почти два часа общаемся, я буду закругляться. Я просто не в состоянии на все вопросы ответить. Много-много вопросов. Все уже. Индивидуальные все прогнозы, все индивидуальные прогнозы в актуальных сториз. Я подгружу на месяц. То есть вы начинаете меня опять спрашивать, индивидуально. Я не могу как бы это все повторить. Все, спасибо вам всем за сегодняшний эфир. Спасибо всем за внимание. Настраиваемся, все-таки стараемся на все хорошее, хотя это бывает очень сложно в кризисный момент. Объединяемся. не агрессируем, не раскалываемся внутри. Всем желаю добра, всем желаю мира и всего самого хорошего. Хорошо? Все, отключаюсь, постараюсь эфир сохранить. До свидания всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok